Но сначала. Когда-то давно в истории печенья, еще до империи бурбонов, обычную тонкую вафлю слегка загнули, и родилась вафельная трубочка. Вообще-то их делали еще в средние века сирийские кондитеры-христиане. Они явно опередили свое время. Скажем прямо, шоколад почти все делает вкуснее. Но эти вафельные трубочки придают дополнительное очарование. Скажем, когда вы выбираете мороженое. К тому же они могут служить чем-то вроде кухонной утвари. Среди ингредиентов для этого лакомства мука, сахар, какао-порошок, порошок сыворотки, молочный порошок и темный шоколад. Всего ингредиентов 20. Каждый из них высыпается в отдельный чан. Содержимое чанов попадает потом в один или два больших миксера этажом ниже. Один миксер взбивает вафельное тесто, другой готовит кремовую начинку. Поток из чанов в миксеры контролируется компьютером. Он отмеряет и отпускает ингредиенты в полном соответствии с рецептом. Компьютер также снабжает каждую партию номером, поэтому если с продукцией возникает проблема, всегда можно обнаружить ее источник. Внизу в вафельном миксере жидкое тесто выглядит вполне однородным. Здесь добиваются консистенции такой же, как у теста для блинов. Работница берет пробу. Если тесто слишком жидкое или слишком густое, вафля лишится этого особого хрустящего эффекта. Эта проба в самый раз. Теперь вафельное тесто стекает на металлические пластины, которые переходят в огромное крутящееся колесо. Оно превращает тесто в очень тонкие ленты. Газовое пламя нагревает колесо до 150 градусов по Цельсию, чтобы поджарить полоски теста. При этой высокой температуре поджаренная выпечка еще не становится хрустящей. Она мягкая и гибкая, а значит, ее можно скручивать. Сходя с колеса, вафельная выпечка накручивается на вращающейся сердечник, и быстро остывает, превращаясь в непрерывную вафельную трубочку. Шоколадная ореховая начинка выглядит соблазнительно сладкой. Машина вкачивает ее сквозь отверстие в сердечник, создающий трубочку. Пока вафля обретает форму, сердечник вкачивает внутрь начинку. Эта механизированная система проворнее, чем руки. К тому же вафли получаются более однородными. Длинная вафельная трубочка сходит с сердечника и направляется в туннель. Внутри маленький топорик нарезает трубочку на нужные куски. Трубочки падают в желоб, после чего оказываются на конвейерной ленте. Начинка внутри трубочки по-прежнему жидкая, а сама трубочка все еще гибкая. Следующий производственный процесс сделает все твердым. Это прохождение сквозь охлаждающий туннель. На этом этапе путешествия различные компоненты вафельной трубочки обретают окончательную форму. И трубочка становится достаточно хрустящей. Готовя трубочки к фасовке, работницы отделяют поврежденные, бракованные вафли. Стопки трубочек попадают на конвейер с прорезью. После этого сложенные трубочки проходят сквозь пластиковую ленту. Машина нарезает и запечатывает упаковки. Это полностью автоматизированная система. Пластик сохранит вафли свежими, но не защитит их от повреждений. Это сделает металлическая банка. На дне банки печатается дата изготовления. Потом банки попадают на магнитное колесо, которое ставит их прямо. Потом работница наполняет каждую банку вафлями и запечатывает крышкой. Современная технология – гарантия того, что любители вафельных трубочек никогда не будут голодными. Когда-то это лакомство делалось вручную, а сегодня машины, взявшие на себя большую часть работы, производят каждый час более 100 тысяч вафельных трубочек. Это идеальное сочетание традиции и вкуса. Приятного аппетита! Приятного аппетита!